Субботний вечер, 20 часов 30 минут. Обычно храмы в это время не работают, но сегодня главный собор Карачао-Черкесии, храм Николая Чудотворца Черкеска, полон людей. Несмотря на плохую погоду, на только что закончившаяся дождь, люди стоят и не расходятся. Все ждут прибытия одной из самых главных святынь России – Казанской иконы Божьей Матери. От Москвы до Калининграда через всю Россию. 6 мая, в день памяти великомученика Геоприя Победоносца, патриарх московский в Сеяруси Кирилл провел молебен о победе. С этого дня началось общероссийское принесение Казанской иконы Божьей Матери – Всероссийский молебен о победе. Чудотворная икона посетит 60 городов России, в том числе и столицу Карачаева-Черкесии. Крестный ход, который проходит через города России и среди 60 городов – город Черкесск – это крестный ход победы. Сегодня и в эти дни до понедельника, до того времени, пока икона будет находиться здесь, в понедельник вечером, она отправится в следующий город, продолжая свой крестный ход по Великой России. Мы горячо будем молиться перед ней о том, чтобы ее материнским заступничеством Бог подарил всем нам мирную жизнь, чтобы Господь подарил нам радость видеть своих сыновей, своих друзей, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Помолимся ей о том, чтобы она укрепила их в мужестве, укрепила их дух, ну и, конечно, чтобы и наш дух был крепок, вера была твердая, непоколебимой, и надежда была бы неиссякаемой. Облачение священнослужителей голубого цвета – это цвет Богородицы, который символизирует ее чистоту и непорочность. Казаки Баталпашинского отдела Кубанского казачьего войска в своей парадной форме. Они первыми прибыли в храм. Казачество всегда было, как у них лозунг был, как бы это, или клич, заверовать царя и отечество. Первым долом у казака стояло на первом месте – это вера, потом отечество, потом заверовать царя и отечество. И сейчас мы все ходим тоже и молимся в церкви. Казачество всегда было, дружило, как говорится, под Богом ходило. Это икона Казанской Божьей Матери, 17 века, только такая старина, как говорится. Ее, когда во время войны, она делали, иконы старинные брали, вот эта тоже икона была, облетали вокруг Москвы, когда немцы подошли. Мы, казаки, обязательно будем молиться за победу нашего оружия. Неподалеку от казаков – группа преподавателей одной из школ Чиркевска. В Никольский собор учителя пришли во главе с директором и учениками. Такое чудо – встреча с казанской иконой Божьей Матери – бывает лишь раз в жизни. Мы все знаем, что сейчас по России идет крестный ход с этой иконой. И мы все молимся о наших воинах, о том, чтобы скорейшая наступила победа, и чтобы все наши ребята вернулись домой живыми и здоровыми. И вот мы все собрались здесь для того, чтобы встретить эту иконочку и помолиться Царице Небесной. Я хочу помогать максимально нашим воинам, буду участвовать во всех мероприятиях и молиться за них. Среди ожидающих прибытия чудотворной иконы и воспитанники военно-патриотического клуба «Воин» города Черкеска. Здесь не только изучают основы армейского рукопашного боя, учат Родину любить. Сегодня привезут икону казанской Божьей Матери. С этой иконой мы победили Великую Отечественную войну. Мы всегда стараемся наших воспитанников приобщать и приводить на подобные мероприятия. Тем более сегодня настолько значимое событие, и мы хотим, чтобы они знали свою историю, прикоснулись к этой истории и были настоящими патриотами своей Родины. Казанская икона Божьей Матери для России – особая святыня. Перед ней когда-то молились Минин и Пожарский. С помощью Богородицы русские воины во время Великой Отечественной войны 1812 года изгнали французов из Москвы. У этого светлого образа и сегодня верующие возносят горячие молитвы заступницы земли русской о победе. Во все времена, что произойдет, мы говорим, мамочки, мамочка, призываем ее. И вот в это время, во время особых испытаний для всего нашего Отечества, во время особых испытаний для всей нашей страны, для всех народов, которые живут в России, мы призываем ее имя. И, конечно, событие, на пороге которого мы стоим, имеет колоссальное, очень глубокое духовное значение. И вот, наконец, торжественный момент настал. К храму подъезжает машина, на которую перевозят чудотворные иконы. Под звон колоколов ее встречает духовенство собору во главе с Феофилактом и председателем Народного собрания Карача и Черкисии Игорем Ивановым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Умоли, милосердная Матя, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохрани мирную страну нашу. Церковь же свою святую непоколебиму да соблюдет, и от неверия ересей и расколото избавит. Не имеем, бо иные помощи, не имеем иные надежды, разве Тебе, причистая Дева, Ты, если всесильная христиан, помощница и заступница, избавишь же и всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, болезней, бед и от внезапной смерти. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духову, и Неприсны, и вовеки веков, аминь, притецам людей, к тихому сему и доброму пристанищу, скорой помощнице, готовому и теплому спасению, покровы Девы, узкорев на молитву и почистен на покаяние, и исключает до нам неоскудной милости, причистая Богородица. Отзвучали праздничные акафисты, и первыми по традиции привезенной святыней прикладывается духовенство. Слава Тебе, Христе Божие, упованье наше, слава Тебе! Богородице молились русские цари и великие полководцы. С ее помощью обретали свободу русские земли. В чудотворной иконе Казанской Божьей Матери православные верующие прикладываются с особым чувством, но просят практически об обеих. Я прессила о победе наших воинов над врагом. И точно сегодня знаю, что враг будет разбит, и победа будет за нами. Немножко, конечно, о своем личном, о своем жизненном, ну и, конечно, чтобы Мамочка Божья своей благодатью покрыла наш город, хранила от всех бед и помогла нашим бойцам, которые сейчас находятся далеко от нас. О здравии детям, внукам, мира, любви, всем православным христианам, всем жителям нашей великой, любимой Родины России. Долгие века Казанская оставалась хранительницей нашей страны. Только за первый вечер к чудотворному образу приложилось более тысячи верующих. Пресвятая Богородица является для всего нашего народа, для всей страны мамой, которая всегда сохраняла наш народ от всякого зла. Именно с такой любовью, с такой надеждой, что и впредь она будет помогать нашему народу, нашей стране, мы все подходим к этому образу. А лично вы о чем просите? Конечно, мы просим о мире, прежде всего. О том, чтобы ребята вернулись живыми, чтобы поскорее закончилась специальная военная операция. И в этот день я хотел бы сказать особые слова благодарности предстоятелю нашей Церкви, святейшему патриарху Московскому, Русиану Северину, который, обретя этот образ и принеся его в пространство Бога Божия, принеся его для всей Церкви, как драгоценное сокровище, благословил, чтобы этим материнским образом была обосновлена наша Россия. В понедельник в главном храме Карачио-Черкесии состоялась Божественная Литургия. Духовенство во главе с архиепископом Феофилактом совершило и молебен о даровании победы и здравии защитников нашего Отечества. После крестного хода вечером того же дня образ Пресвятой Богородицы отправился в дорогу. Всероссийский крестный ход, начавшийся 6 мая у стен Московского Кремля, должен завершиться там же, в 4 ноября, в День Народного Единства и праздника Казанской иконы Божией Матери. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...